есть много разных переводов его ноуте читал в книгах алексея горбылева он там изучение делает различные есть такая научно-методический сборник хидэн там много такой интересной информации и там иероглиф бу много-много его трактовок переводов с китайского и одно из них это останавливать пресекать то есть это не мне вне бой как таковой пресечении насилия останавливать насилие сегодня подразумевается боевое искусство немножко по-другому подготовка человеку к неким агрессивным действием и допустим та же самая мысли многих известных мастеров каратэ могу не канва и еще других людей они говорили так что в каратэ не нападают первым то же самое где-то своих мыслях говорил там канадзи города и все техники построены на обратном то есть техники построены когда тебе есть какое-то действие ты делаешь противодействие используешь силу противника ну это так и говорят но по сути как бы ты не делаешь ничего до того момента пока нет в этом твой адрес агрессии да в моей адрес агрессии то есть и это можно по-разному подразумевать можно допустим так я не начну есть кстати многие философы изучающие медицину и так далее там рамбам гиппократ и так далее многие известные они были так допустим человек когда должен есть только в том случае когда он когда он голоден то есть я не вот это принцип дальней то есть действие только когда есть не не в этом необходимость я не ем пока и не голоден то есть вот это чувство вот мы начинаем утрачивать чувство голода до виду к разных обстоятельств среды внешней которые нам внушают иди съешь иди купи иди это мы утратили это допустим понимание того что я не ем пока и не голоден я не делаю технику ту или иную пресекающую насилие пока нет ко мне насилия к моим близким которые да рядом ну или и так далее получается что если мы возьмем любую соревновательную деятельность соревновательную где полностью начинает отсутствовать этот принцип почему я еще раз хочу сказать всем уважаемым зрителям моим собеседником что я ни в коей мере не против спортивной деятельности вот но я хочу увидеть вот эту основу которая утрачена в спортивной деятельности соревновательной деятельности где двух спортсменов вынуждают вынуждают делать друг другу любые насильственные действия на под насильствами это я понимаю то есть я должен тебя схватить чтобы бросить удушить сделать болевой на руку на ногу чтобы одержать победу и поменять свободу на злато потому что я получу одобрение судьи публики это выведет меня на ранг выше в глаза других и не будет то что мы говорили с тобой в парилке момента самодисциплинированности самосовершенствования то есть я как бы становлюсь выше других но не становлюсь выше себя то есть самосовершенствование вопрос отпадает поэтому я много сейчас наговорил чего и в сегодняшнем нашей ситуации как пресекать насилие то что у роста он говорит бык на четырех до своих копыток где уже осталось одно то есть мы как бы утрачивая какими-то непонятными механизмами нам получается постепенно не передают те базовые основы фундаментальности как просто дом как построить нужен фундамент до без этого не будет стоять если мы фундамент начинаем каждый раз подтачивать дом в конце концов рух рухнет я еще раз мое мнение не они есть и если она интереса просто и в результате что происходит мы какими-то действиями стоит фундамент стоит дом возьмем боевое искусство любое потом решает рушиться почему начинает подпиливать этот фундамент в году не камеру а в угоду злату смотри роман ты сейчас произнес такое ключевое слово в твоем вот это вот агрессии на сегодняшний день люди молодежь идет боевое искусство за для того чтобы потом эту агрессию распространять там да за пределами татами за пределами спортзала за пределами все вот это твои опасения я разделяю я и мало того агрессию мало того они идут туда не потому что это им даст вопрос внутренней самой дисциплины самосомершествия но они в конечном итоге поменяют этого коня на зла то есть они получат некую привилегию вот посмотри посмотри в университет больше смотрят на кого она занимаешься спортом есть результаты спортивные то ты нам больше подходишь чем тот кто не занимается спортом и какими спортивными для любого университета мне было дико когда мой ученик сказал мне так я знал что он учится в руковке и когда он сказал что он оттуда уходит я спросил почему он это потому что мне сказали зачем ты здесь учишься если ты не участвуешь соревнованиях а он говорит а я пришел сюда чтобы стать педагогом учителем чтоб меня научили передавать знания мне расширили знание перед а вы мне говорите что если я не участвую в соревнованиях за институт значит я плохой и не нужен этому институт то есть вы опять для института важнее не конь а важнее зла то которые вот ты получишь и так далее понимаешь вот это вот основу как куда-то еще она кто-то начинает ее фундамент этот срезать мне так кажется не знаю я тебя понимаю все твои заблоченности они имеют право на но мне не потеряет ощущение что немного утрируешь роман смотри в чем смотри в чем на мой взгляд ты утрируешь вот есть мир спорта мир спорта он развивается по своим законам эти законы понятны это есть олимпийская хартия есть олимпийские тезисы лозунги которые были превосглашены в свое время потом и до сих пор они действуют другое дело когда как ты правильно сказал на сегодняшний день у нас сегодня в нашей стране молодежь имеет некий перекос и приходит для того чтобы не соблюдать эти олимпийскую хартию и олимпийские законы жить миром спорта для того чтобы надо напитаться какой-то вот скажем так боевым искусствами техниками и потом есть опасность что они преобразуют это в агрессию находясь в обществе это все понятно этого быть не должно и этот и эта тенденция она конечно же ненормальная но делать из из этого исходя из этих обстоятельств как-то негативно относиться к спорту к миру спорта к правильному миру спорта я бы не стал это точно я согласен что спорт как таковой я вот последние пару месяцев тоже изучал вопрос спорта да откуда это название пошло и так далее это по сути это как бы производная сама корень всего тут спорта это игра ну инструктор парень дока попу быстрее и опять пошла на руках так ребята я пошел на музыкальную ванную паузу да